Здравствуйте, Андрей. Я так понимаю, вы только-только прям с Алихарда успели на наш эфир, да? Да, ну почти. Почти только-только. И что вы там делали? Там театр, гастроли? Там был интересный такой первый всероссийский фестиваль экспериментального театра «Северный дом». Очень интересно, потому что мы, собственно, были единственный коллектив, как это сейчас принято называть, инклюзивный. Мы сейчас очень подробно поговорим о вашем театре. Мотор. Здравствуйте. В эфире программа «Фактор жизни» и я, ведущий, Владимир Крупенников. Интегрированный театр «Круп-2» давно известен не только в Москве и России, но и за рубежом. Люди с особенностями развития выходят на сцену вместе с обычными людьми и играют. Да как играют? Нередко они сами создают пьесы, сами расписывают декорации. Сегодня мой гость – создатель театра «Круп-2», его художественный руководитель и режиссер Андрей Афонин. Андрей, хотел спросить, откуда такое название «Круп-2»? Круг, наверное, потому что объединяет круг людей, да, как бы возьмемся за руки, да, встанем в круг. Круг – это, да, это было такое важное концептуальное название, потому что круг – это такая фигура геометрическая, в которой все точки ее равноудалены от центра. В этом есть смысл того, что мы все равны перед неким высшим началом, которое, собственно, нас и объединяет. И в этом смысле, да, в этом смысле для нас это важно. Скажите, что нового произошло за последний год-два в театре? Ух, ну, в прошлом году, когда был локдаун, мы научились делать занятия и ставить перформансы онлайн. Но по-прежнему наши актеры приходят к нам каждый день, пять дней в неделю, по пять часов в день, занимаются искусством. Ну, то есть это очень большой образовательный такой момент и развивающий. То есть там такая большая программа, собственно, такого непрерывного образования через всю нашу жизнь. Вот, потому что у нас есть участники, которым там, ну, почти 20 лет уже вместе с нами. Вот, занимаясь так регулярно, мы каждый день что-то делаем, и нас это все время движет к чему-то новому. И у нас, собственно, вот от шести до восьми премьер в сезон происходит. Недавно буквально мы выпустили новую премьеру «Сказки трех ветров». Это сказки по русской, башкирской, тувинской сказке, сделанной в разных жанрах и сделанной, собственно, для всей семьи. Я так понимаю, вам работать же приходится не только с ними, но и с их опекунами, с их родителями, да? Вот, как строится такая работа? Да, это очень важный момент для нас в том числе, да, работа с семьей. Мы последние там где-то семь лет, наверное, активно развиваем различные программы для родителей. Это так называемая школа родительского мастерства? Это много разных программ. Школа родительского мастерства Андрея Афонина – это авторская программа внутри этих программ. То есть есть там лектории, есть отдельно, например, театр родительских историй. Ребенок родился синий и сразу не закричал. Это такой ужас, ты видишь, плоделся, тишина. Тогда минуты кажутся вечности. В роддоме все было хорошо. Нас быстро выписали. А когда мы вышли, понеслось. Больница, больница, больница. И я в чересчевом дверке увидела свою малышку. Она лежала странно, голубовато-прозрачно, видом, с закрытыми глазами. Рядом лежала еще несколько похожих, голубоватых детей. Она так и стала царапать подошвы. Малышка так нервно заплакала, заплакала. Пробудилась. Вот так вот как-то вся ослаблась. Вот так вот так. Просто берешь ее, она такая вся ослаблась. Оказывается, сделали прививку. И у нее такая сильная интоксикация. А врачи этого не заметили. И нас на следующий день просто выписали. Она сразу отличалась от моего старшего сына. И он, и другие мои дети их всегда любили, когда я их держала так вертикально. Они так гордо оглядывались. А Сашка всегда висела у меня вниз головой. Это была ее любимая поза. Она всегда смотрела на мир немного с другой стороны. С родителями мы работаем много и по-разному. У нас и мастерские бывают с родителями, где родители приходят и просто сами работают руками и делают замечательные произведения для себя, для души и для удовольствия. Про школу родительского мастерства поподробнее все-таки в чем она заключается? Когда я задумался над тем, что нужно помогать родителям, я сначала решил пригласить семейного психолога. Потому что я не психолог, я педагог и режиссер. И после ее занятий половина родителей просто ушли из организации. Я понял, что что-то тут не то. Как-то психолог куда-то не туда людей повел. И тут я стал думать над тем, что на самом деле действительно любой психолог, психотерапевт, он работает с речью. То есть с тем, что человек ему рассказывает. Но он не знает того, что на самом деле происходит. А мы, поскольку мы работаем и с родителями, и с детьми, и мы видим их в разных ситуациях в жизни, и мы слышим, что они говорят, и мы понимаем вот этот зазор между тем, что они говорят, и тем, что происходит на самом деле. И с той стороны, и с этой стороны. И этого не может не увидеть ни один психолог, психотерапевт, потому что он не живет с ними так, как мы живем. И поэтому мне пришлось, собственно, самому придумать эту программу. Там придуманные мною тренинги, которые происходят с родителями. Там разные практики, которым я обучался в течение многих лет. И это очень разные. Психологические, педагогические, психотерапевтические, телесные, театральные, арт-терапии и так далее. Это все как бы интегрировано вот в эту программу, которая специально придумана именно для родителей детей с особенностями. Потому что я знаю, что у всех родителей, независимо от того, какие у них дети, какого возраста, какого диагноза, у них у всех есть одни и те же проблемы. Более того, когда мы стали делать эту программу уже в практике, оказалось, что на самом деле проблемы вот этих вот родителей детей с особенностями, это не специфические проблемы родителей детей с особенностями, а это общие культурные проблемы родительско-детских отношений. Поэтому у нас на программу приходили и родители обычных детей, многодетных и даже студенты, которые не имели своих собственных детей. Потому что родителям очень часто кажется, что их проблемы – это вот у них-то проблемы, а у остальных-то у всех, у них гораздо проще. И тут они вдруг видят другого человека, через него слышат, как их проблемы выглядят. И оказывается, что, в принципе, ситуация не так безнадежна, как она казалась. Если родитель понимает, наконец, в чем же проблема. Проблема, как правило, не в диагнозе, а проблема в принятии этого диагноза, проблема в понимании ребенка, проблема в понимании того, какой у него вот этот свой собственный путь развития. Андрей, ну ради чего это все делается, вот целеполагание какое? Ну, дело в том, что поскольку я сам занимаюсь вот с людьми с особенностями с 89-го года, то есть, в общем, уже свыше 30 лет, где-то после 20 лет работы до меня вдруг дошло, что с любыми детьми, взрослыми, с любыми диагнозами, с любой степенью проживания можно работать и достигать результатов в плане их развития. Но проблема заключается в том, что, как правило, родителям это не нужно. То есть, они не хотят, чтобы дети были самостоятельны их? В общем-то, ситуация складывается таким образом, что они как бы говорят, что они хотят. Но гиперопека, да? Но даже не в том дело, что гиперопека. Вот, например, в течение нескольких, то есть, многих лет, да, была некая устойчивая система отношений родитель-ребенок. И ребенок вырос там, стал подростком или молодым человеком, или даже уже там взрослым. И выстроилась определенная система отношений и управлений этим ребенком. И когда мы начинаем развивать его, то он... Бунтовать начинает. У него начинают появляться какие-то новые потребности. Ему нужно какие-то новые задачи реализовывать, ставить их. И он становится менее управляемым. И в этот момент родитель говорит, нет, стоп, хватит, мы не хотим больше. И я, в общем-то, многие годы так вот, когда к нам родители приходили со своими детьми, я так и говорил, я говорю, вы точно хотите, чтобы ваш ребенок развивался? Вы действительно уверены в этом? Потому что у нас... Отношения становятся сложнее, да. Конечно, конечно. А мы в нашей системе новозанятий, мы сталкиваем это развитие, ну, в 100%. То есть не может так быть, чтобы ребенок у нас не развивался. И это приводит к новому кризису. На самом деле, обычному кризису. Обычному возрастному кризису, который проходит каждый ребенок. В 3, 5, 7, 10, 12, 15 лет и так далее. Только теперь этот ребенок, например, в 15 лет у него кризис 5-летний, в 20 лет у него 7-летний, да, или в 25 пубертат. И выглядит это уже не очень красиво. И не очень понятно, потому что родители говорят, у него регресс, он плохо с ним вообще, давайте мы его сейчас... В чем выражается вот конкретно? Ну, пример какой-то. Бунтовать начинает, действительно, он начинает что-то такое делать непривычно. То есть вы революционер, как бы, получается, взрываете изнутри, да? Это эволюционер, потому что нет, это именно, что... Родители воспринимают, что... Родители воспринимают ребенка, да, что вот он стал неуправляемым, и они говорят, ой, плохой стал, ведут его к психиатру, чтобы ему таблеточку дали и снизили этот уровень активности. Так, а мы для чего работали? Мы как раз пробуждали эту активность. И поэтому родителям очень важно помочь принять своего ребенка, понять, что его... Мир расширился. Да, что его развитие... Причем он не то, что сейчас расширился, а он теперь будет все время расширяться. И все время нужно ставить новые задачи, все время нужно понимать, что происходит. и понимать, какая зона ближайшего развития. И работать с этим. Потому что если мы хотим, чтобы ребенок стал рано или поздно самостоятельный в той мере, в которой он, лично этот ребенок может, или взрослый уже, да, мы должны все время на это работать. А если мы его вводим за ручку и при этом говорим, что мы хотим, чтобы он был самостоятельный, ну как это возможно? Ну да. Это никак невозможно. В театр «Круг-2» Гоша Коныгин пришел 7 лет назад. Я в чате хорошо себя чувствую. Уже свободно себя чувствую, раскованно. что у меня, я в коллективе с ребятами. Двух своих коллег в театральной студии. Для него это, на мой взгляд, для него это семья, часть его жизни, без которой он, в принципе, уже, наверное, себя не мыслит. И в театре, кстати, много направлено на то, чтобы человек постепенно, участники театра постепенно становились более самостоятельными. Это и театральный лагерь, когда ребята уезжают без родителей, и наставники театра зачастую категорически против того, чтобы кто-то ехал из родителей в качестве опекуна, помощника и так далее. Потому что там ребята взаимодействуют между собой, каким-то образом делятся интересами, как-то решают все возникающие вопросы бытия, которые, в общем-то, и должны решаться. Друзья, это снова мы. «Белогор-канал» с вами. Она что, была огромная консервировка? Да. Верху я отпущена на волю. У каждого студийца своя история, свои отношения в семье. Для Гоши и Андрея Коныгинах жизненные обстоятельства сложились так, что большую часть времени сыном занимается исключительно папа. Он учил и учат Гошу всему. От простейших бытовых навыков до приготовления еды. Все свои увеличения и умения старается передать сыну. Байдарочные походы, занятия спортом и музыкой. Человек, непосвященный, не поймет, как человеку со спастикой рук сложно справиться даже с простенькой пьеской, сколько требуется повторений, чтобы прозвучала, наконец, музыкальная фраза. Давай. И... Отношение Андрея к сыну – это любовь и терпение. Терпение и любовь. И при этом трезвая оценка результатов, на которые способны далеко не все родители. Ну, это такое изъединенное слово. Там, опека, гиперопека. Но, к сожалению, вот оно здесь присутствует. Если бы он оказался в ситуации, когда он был бы один, я думаю, что, конечно, он быстрее бы все освоил и стал вполне самостоятельным человеком. Ну, то есть приготовить себе поесть, пойти в магазин, купить еду, я думаю, что уж с этим бы он, конечно, справился. Кто-то об этом задумывается и понимает, что это так, и старается максимально снизить свое воздействие и влияние, а кто-то считает, что кто-то не может, мне так кажется, себя пересилить. Может быть, тоже понимает, но лучше я помогу, лучше я помогу сейчас, пока я могу помогать, не задумываясь о том, как потом это повлияет. Сам Андрей многое в отношении своего собственного сына понял несколько лет назад, в Андорре, где они катались на горных лыжах. На следующее утро нам нужно было уже улетать домой, а время было половина четвертого вечера, вот-вот должны были закрыться подъемники, и мы с ним разминулись, я его, в общем, так сказать, потерял в горах, стал судорожно искать, смотреть по сторонам, бегать по всем. Там же огромная сеть этих всех канатных дорог. И могу сказать, что не нашел, и что у меня происходило в душе и на сердце, это не передать словами. И так уже я обреченно шел в гостиницу, прихожу, а он сидит в гостинице довольный и пьет чай, в общем. И благодарю Господа, что все благополучно закончилось. Опять же, а для него это, видимо, было обыденно. Я думал, что он не знает, куда идти, на какой подъемник сесть, и там из пяти существующих. А он, видимо, для него это не стояло, не было проблемой. Он сел куда надо и приехал с лыжами, доперся в этих ботинках. Возвращаясь к театру. Недавно Гоша первый раз получил одну из главных ролей в спектакле «Прачечная». Он там библиотекарь, который не любит читать. Он не любит читать, но он любит петь. Непонятно, потому что он библиотекарь, он должен читать, а он поет. И ему хорошо. В жизни эта история совсем не про Гошу. Он любит перечитывать любимые стихи. И это у него тоже от папы. Годы летят стрелою. Скоро, и мы с тобою разом из города войдем. Где-то на горной круче сами себе построим дом. Если ребенок долго не ходит, у него откат начинается? Ну, в принципе, да. Ну, не то чтобы откат. Он просто замирает как-то, да. Или, ну, тут как, понимаете, вот как обычно говорят, да. То есть чем выше ты поднимаешь, тем больше ты видишь. Видишь вот этот горизонт, да, и тебе, ну, хочется еще больше. И в этом смысле, если действительно ребенок уже начал развиваться, а потом ему обрубают все. Ну, так бывает, например, родители как бы просто забирают ребенка. На мой взгляд, эта трагедия хуже, чем если бы вот он просто к нам не попал. Потому что он увидел, как можно жить. Ну, каждый день ты находишься в среде людей, которые тебя поддерживают, которые тебя понимают. Ты нужен этим людям, ты занимаешься развитием, у тебя есть дело, которое тебе приносит на творение. У них есть вот мощное такое желание общения, вот потребность к общению есть, да? Конечно, конечно, как у каждого человека. Это тоже, кстати, одна из тем нашей школы родительского мастерства, потому что это часто родителями не понимается. Такое, опять же, клише общепринятое. Аутисты не хотят общаться. Ну, в смысле? Каждый человек, вообще, человек, существо социальное. И он не может жить вне социума. Другое дело, что он общается так, как он может. А его говорят, а мы тебя не понимаем. Ну, а он хочет. И он все время тыкается в эту стену. Он хочет, чтобы его сейчас поняли. Сейчас приняли. Не тогда, когда он когда-то, может быть, закончит школу или научится говорить на том языке, на котором мы, типа, хотим, чтобы он с нами разговаривал. А сейчас. И когда ему такая... Когда он попадает в такую среду, где это становится возможным, естественно, он хочет общаться. Естественно, он ищет этого общения, жаждет его. У нас очень много ребят с расстройством аутистического спектра. А какие еще расстройства у вас? Ну, вообще, мы, в принципе, поскольку мы не медицинское учреждение, мы, в общем-то, не очень этим интересуемся. У нас нет по диагнозам на входе никакой сегрегации. Мы видим не диагноз, когда мы встречаемся с человеком, а мы видим следствие неправильного выстраивания отношений с ним. В семье. Его окружение. Сначала семьи, потом какого-то, там, скажем, школы и так далее, и так далее. И мы получаем, например, взрослых ребят, которые к нам приходят, глубоко изранеными, потому что их запихнули в обычную школу или в инклюзивный класс. И они там были изгоями. И они приходят все вот такие скукоженные, злые. Потому что ему все время говорят, что ты неправильно, ты не входишь, ты не попадаешь в норму, да, ты не понимаешь вообще, что происходит. Более того, вот у нас девочка одна сейчас пришла год назад, она как раз типа в инклюзивном классе была с аутизмом. А девочка умная. И она когда туда поступила, когда ей было лет десять, она еще как бы дотягивала до требования. А чем дальше, да, к концу школы, тем она больше понимала, что она не догоняет, но не понимала, чего не догоняет. И она вот так все вот... И вот она пришла к нам вот так, и единственная фраза, которую она нам говорила, когда вот год назад она к нам пришла, уже полтора года. Я все правильно делаю. И это все, как бы все то, что вообще... Или... А почему вы думаете, что я идиотка? Притом, что это не мы думаем, да? Это вот тот шлейф, который за ней пришел. Вот сейчас она уже способна шутить на это, потому что мы ей говорим, а ты все правильно делай. Я ей в какой-то момент говорю, знаешь, я говорю, вообще нет человека, который все правильно делает. Потому что она интеллектуально сохранная, она очень развитая, но она действительно не понимала, что от нее требуют. И человек просто вот в таком невротическом состоянии к нам попал. Но постепенно он становится нам, как бы раскрывается. И так происходит со многими нашими ребятами. Но это годы работы. Андрей, что вас подвигло заниматься такими детьми именно через театр? Театр – это очень важный инструмент в плане инклюзии людей с особенностями в современное общество, потому что такие люди видимы через театр. И они видимы во всей своей красоте. И мне кажется, что инклюзивно можно назвать общество только то общество, в котором за каждым человеком признается право на создание эстетических ценностей. Потому что очень часто человека отторгают именно потому, что он некрасивый. Он не такой, как я. Мне очень часто на профессиональных сообществах приходится слышать такую фразу, когда я спрашиваю, а может ли человек с горбом быть красивым? Они говорят, слушайте, ну давайте. Вот вы как бы там занимаетесь своей социальной реабилитацией? Ну и занимаетесь. Красоту не трогайте. А у нас как раз это один из лучших наших актеров, который имеет горб. Он просто фантастический человек. Он прекрасный, талантливый. Он сейчас вышивает и вышивает иконы. Причем он сам это в себе развил и сам это свой стиль выработал. И это совершенно замечательный человек. И это можно увидеть. И сейчас вот все зрители, которые его видят, они просто поражаются его красоте. Ну и душевная красота всегда затмевает, в общем-то, физическую. Так нет, здесь и физическое есть. Вот в чем фишка-то наша. Спасибо, Андрей, огромное за такую теплую беседу. Спасибо большое. Всегда рады видеть вас в гостях. Спасибо. И я тоже. Интеграция – это наш стиль жизни. Великолепный лозунг театра «Круг-2». Молодцы, ребята. Так держать. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-Центр. Не болейте и берегите себя. ТВ-ЧТР-Центр.